Всем привет! Снова здравствуйте! Давайте рассмотрим вот в этом видео как сделать вот эту вот как ее называют защитную часть или декоративную часть, я не уточнял как она называется Вот так она простенько сделана Давайте ее поближе рассмотрим Сейчас все саптул закроем Ничего тут такого сложного нет Используйте Сейчас я вам покажу кисть которую можно вот это все делать Это вот ремни вот эти MMN Curve Опять же И можно нажать M Быстрый способ Конечно, это White Strap Вот это вот И вот так вот вы ее можете нарисовать С помощью Draft Size можете установить ее размер Все это по прошлому видео вы уже видели, наверное Потом нажимаете на Mesh на любой Снимается сама вот эта курва и уже вот с этим работаете Верхняя часть это цилиндр пустотелый Давайте поближе поставлю Верхняя часть это цилиндр Быстренько вот так вот сделал И вот эти кнопки вот эти типа защитные это тоже цилиндр только не пустотелый а цельный Вы его ставите сквозь Прямо сквозь ставите и потом по прошлым видео я надеюсь вы это видели а нет так посмотрите и переносите одну ленту делаете как надо пусть у вас он торчит с этой стороны и с этой это не беда и потом все вы это дело обрезаете и получается у вас вот такой вот ну обычный простой ремень если вы хотите сделать его более там четким можно еще вот сюда какие-нибудь рисунки подобавлять там головы львов там или еще что-нибудь вот эту нижнюю часть можно металлической планкой оформить все это режется все это делается ну в принципе по видео уж думаю лента не затруднит вас как ее сделать так давайте еще поговорим вот об этой модели вот что у нас получилось и теперь как все это дело можно обыграть как менять позу вы видео наверное уже смотрели что еще можно сделать можно сохранить отдельно все вот эти саптулы жмете Ctrl А Shift X сейчас я вам их все покажу вот они все есть и вот это все можно сохранить отдельно и использовать потом уже в других моделях в принципе вот к этому привязываться персонажу не обязательно можно потом что-то делать свое и потом уже вот эти модели полностью саптулы использовать сделать кисть можно уже чтобы не искать их нигде как кисть делать мультимеш я уже объяснял в прошлом видео вот такое вот может у вас получаться так ну все это понятно надеюсь давайте посмотрим что еще можно вот с этого всего сделать откроем новую модель вот такая модель получилась после изменения позы руку можете сделать по-другому или щит может ниже стоять выше ну здесь уже подгадаете ну принцип вот изменения позы эта модель также хорошо вы видите чувствует себя в скульптрис все нормально вот она крутится вертится сбоя никакого не идет так что можете ее и здесь еще дорабатывать что-то с ней делать то сюда вариантов очень много можете сделать другого персонажа римляна можете сделать его допустим мультяшным и вот эти все доспехи потом просто на него одеть и сделать уже полноценную игровую модель так ну и еще давайте посмотрим что с этого всего можно сделать вот такой у вас может получиться на выходе правда полигон и пруд надо их уменьшать вот что-то так вот вот такой вот легион кстати можно сделать полноценных солдатиков будет прикольно с детализацией со всей со всеми атрибутами также добавить центриона и уже можно будет делать вплоть до баталий позы могут у них быть разные можно щиты поставить вверх можно поставить как у них там порядок идет построение ну в принципе вот такой вариант также можно этого легионера посадить на коня будет центрион добавить какие-то детали свойственные тем или иным должностям в римской империи ну и все все что хотел показать всем спасибо за внимание предлагайте другие варианты что можно еще сделать то что вам непонятно постараюсь объяснить все всем пока до свидания